Это, ребята, самый настоящий генератор, работающий без топлива. И с помощью него можно получать бесплатную электроэнергию, не платя государству ни копейки. Всем привет, друзья! С вами канал Рафаэль Анриэл. Сегодня мы посмотрим на генератор свободной энергии, или БТГ-генератор. Ну что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте смотреть. Генератор свободной энергии, который сделали во Вьетнаме. Этот генератор работает чертовски просто. Дальше я в видео вставлю видео Сириуса, как он рассказывает, как должно это дело работать. Данный генератор работает за счет резонанса и идет от этого выброс халявной энергии. И получается самозапит. В общем, смотрим видео, ставим лайки и пишем комментарии, что по этому поводу думаем. Дальше, ребята, поставлю видео Сириуса, как он рассказывает, как можно это собрать в домашних условиях, чтобы это все дело заработало. Зоаки Cheers, после него вσηки скоро наполнительно того, чтобы бывать шаль… Записи билля большинства интервью, чтобы смотреть на запу. я буду ловить её я буду ловить в калории здесь и лalu saya ambil bahannya untuk start nanti saya menggunakan inverter ini untuk start lalu ini untuk lalu aki untuk start mesin itu lalu ini dia stop kontaknya nah sebelumnya saya akan padamkan dulu listrik PLN nah lihat TV saya lagi menyala saya akan padamkan dulu nah udah biar saya padamkan nah TV nya telah padam rumah saya telah gelap lalu saya angkat ini kemari untuk start ya sahabat teman-teman teman-teman lihat terus start lalu stop kontak nah ini adalah listrik yang keluar saya tes dulu lihat listriknya tidak ada lagi kosong listriknya ini saya tes tidak menyala lalu saya lalu saya lalu saya nyalakan inverternya lalu saya nyalakan lalu saya ambil board untuk tes ini board ya tidak ada listrik tidak menyala karena listrik belum nyala lalu saya nyalakan dulu lalu saya pakai inverter saya pasang minyak apakah sudah ada listriknya lalu Лalu, я кабут Лalu, я кабут Лalu, я кабут Листрики не имеют Лalu, я сделаю Опер unity Субтитры Субтитры Лайте Я кабут Л archives Л Gravity Ну, я Вот это ędzie Я опер Это Опер Я опер Ах, ламбат Ах, ламбат Лучше Лучше Удалясь 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 Лу 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 Удалясь Лу Лу Я тест Бор Бор. Это называется опер-unity. Ниала наружу. Суарая халю. Халю сухой. Суарая не из-за как раз. Сейчас вы увидите, ребята, кусочек видео, где Sirius Sotis Technica показывает, как это работает в программе То есть, если работает вот здесь видео, то работать должно и в программе То есть, когда мы делаем симуляцию, то есть, симуляцию энергоцепи, электроцепи какой-то Если вы делаете что-то неправильно, то оно и в программе тоже не будет, соответственно, работать В общем, смотрим видео Здравствуйте, ребята Сейчас мы с вами симулируем ту схему, которую показывал человек, хороший из канала, хорошая идея Я его имени не знаю, поэтому я буду говорить так, как есть Вот вам обычная схема, которую он повторил Значит, он подключил к сети 220 вольт Это одна фаза идет через трансформатор Ток у нас бегает туда и обратно За счет этого формируется синусоид Вот этот провод у нас является нулевым Это 0, точка заземления для трансформатора подстанции Откуда у нас эти два провода идут То есть, здесь у нас одна фаза Она идет через первичку Вот это у нас трансформатор является латером Давайте посмотрим на параметры Предположим, у меня, например, латер 3-х киловаттный У него первичная обмотка 100 миллигенри Видите, не микро, а миллигенри Коэффициент трансформации я оставляю 220 вольт на 220 вольт Коэффициент 1 Понятно Значит, параметры источника питания Розетки 220 вольт 50 герц То, что показывал человек Значит, смотрите Для того, чтобы понять, каким способом Работать будет у вас данный двигатель В резонансе Нужно учитывать колебательный контур, ребят Значит, то, что человек вам показал Это возможность поменять конденсатор Но не возможность поменять индуктивность Значит, из того видеоролика, когда мне его прислали По скайпу, я вам объясню Я не буду говорить, кто, куда Я просто говорю, что это было Какая разница, кто Вот, смотрите У нас на том двигателе неизвестна была информация О индуктивности То есть, я сейчас могу сидеть, например, и гадать Какая должна быть индуктивность Я должен буду посмотреть на этот трансформатор Увидеть там тонкие провода И намотанные в виде одной обмотки На этом двигателе В виде как трансформатора Да? Ну и могу примерно себе предположить Что здесь у меня будет 1 Генри Предположим И, следовательно, у меня здесь должен быть 11 микрофарад Мы также видели, что человек показал только 10 микрофарад Он показал только 6 или 4 микрофарада То есть, мы это видим То есть, у нас не полная информация Но, все равно, вы один фиг увидите предрезонансное состояние То есть, это 50 Гц Резонанс на нем поймать еще проще, чем на высоких частотах На килогерцовых Это понятно тоже В принципе, многие задаются вопросом А на каких частотах? Ребята, на любых частотах Вы видели, как у нас идет изменение У нас было 220 на входе Ток у нас чуть вырос Притом, хочу сказать, что в этой схеме Током управлять не получается здесь Почему? Потому что, ну, на том видеоролике Человек этого не показывал Он не знает, что такое управлять током Если бы он чуть-чуть отрегулировал ток У него бы потребление было бы меньше Напряжение все равно бы подрастало И все равно бы он вышел в плюс С нулевым потреблением практически То есть, ну, мы сейчас это затрагивать не будем Я как бы не об этом Я вам просто объясняю Вот как это может выглядеть У нас нагрузка здесь работает 2 киловатта По естественным причинам Почему мы не сможем увидеть на том двигателе 2 киловатта? Ну, по той причине, что провода тонкие Если там начнется реактивка гулять То эти провода сгорят Тем более мы видели, что даже при той мощности Ну, где-то примерно 500 ватт было, да, там где-то У него уже там все могло звенеть, гудеть и нагреваться То есть, это вот как лампочка сейчас бы горела На 400 с чем-то ватт у него, да, примерно там Ну, 500 где-то сделаем Вот То есть, у нас этот процесс так же будет работать Также мы видим напряжение на конденсаторе Оно 700 с чем-то вольт То есть, что я хочу сказать Конденсаторы те Конечно, будут показывать высокое напряжение Но если отсюда нагрузку убрать, ребята Здесь напряжение будет еще больше То есть, вы когда делаете контур, ребята Не забывайте, что вы разгоняете напряжение стоком И конденсаторы повылетают у вас То есть, всегда загружайте систему Без нагрузки это нельзя запускать в принципе Ну, вот, в общем, это вы должны были понимать Значит, смотрите, здесь у нас так же 1,2 кВт потребления Видим Ну, это понятно Мы можем отрегулировать сейчас Вот просто отрегулировать Но не двигателем мы отрегулируем А емкостью И получим примерные параметры, которые нам надо Получить для того, чтобы убрать потребление Значит, мы уменьшаем емкость И у нас Нагрузка, наоборот, слабеет Значит, увеличиваем емкость И мы видим, что у нас потребление не уходит Ребята, это все поправимо Я, например, не знаю, какая индуктивность на катушке Вот к примеру Ну, давайте мы сейчас отрегулируем Отрегулируем индуктивность И примерно узнаем, что у нас там может быть Судя по большому количеству витков Я не думаю, что там будут милигенри Ну, просто для анализа Картины, да? То есть, вы сейчас видели уже настроенную схему Но, опять же, ребята, надо Все это правильно улавливать Если вы возьмете двигатель Не соответствующий Ни с какой-то определенной индуктивностью С какой-то неправильной емкостью Вы ничего не получите на выходе Вы получите ровно столько, сколько вы съедите Еще от чего это еще зависит, ребята Вот когда вы будете это собирать То есть, вы думаете, будете, что Ой, у нас тут ничего нельзя настроить Ребята, ну, вообще-то можно настроить Вы не забывайте, ребят, что Когда вы подняли напряжение Еще в предыдущих видеороликах про резонанс Схемы романовые и тому подобное Я вам объяснял, что это надо Надо видеть правильно То есть, если вы подняли напряжение Вы, естественно, можете Поглощать мощность С источника питания Каким образом можно урезать Напряжение только нагружав Только нагрузив вы Вот, смотрите, внимание 800 Ватт Вы валите мощность Но напряжение все равно будет у нас На конденсаторе Киловольт, 300 с чем-то То есть, это хорошо Я вам, почему, включил изначально Готовую симуляцию Чтобы вы видели Вот, сейчас я сделаю 900, ну, киловатт Сделаем сейчас вот один То есть, каким образом это делается То есть, вы думаете, что нельзя управлять Ребята, вспоминайте видеоролики Я сейчас уже сделал 1 киловатт Я просто слегонца изменил вот здесь параметр И у меня уже 800 Ватт Потому что я нагрузил нагрузкой Вот сейчас я буду еще нагружать И смотрите, вот сюда Вот, смотрите, нагружаю У меня там уже киловатт 0,7 И потребление обваливается Видите? Напряжение на конденсаторе у меня с запасом Это говорит о том, что я могу опустить напряжение Получить охеренные токи То есть, в чем речь идет Надо двигатель загрузить Для того, чтобы он максимум вам выдал Ничего не потребляя Запомните Специально делают видеоролик Вот, смотрите, у меня уже полтора киловатта А здесь вот 400 Ватт потребления То есть, человек вам чуть-чуть показал изменения В пользу свободной энергии Ну, так называемой, да? Давайте посмотрим Вот, киловатт 700 У меня уже 300 Ватт Видите, да? Вот у меня нагрузка работает На киловатт 700 То есть, вопрос Что нужно сделать этому человеку Вот, смотрите Я сейчас уже опустил Сбил параметры У меня киловольт здесь показывает Здесь 200 Ватт Вроде думается А, резонанса не будет Да нет, ребята Надо просто понимать Что вы делаете Давайте, предположим Мы сейчас поменяем напряжение Увеличим его И смотрите У нас на лампочке напряжение будет подрастать Вот сейчас я еще сделаю 10 микрофарад У меня уже впритык здесь Дорожка стоит впритык Делаем 10 микрофарад И у нас напряжение 207 Вольт То есть, мы подняли напряжение На нагрузке Повторяю Напряжение здесь Это хорошо Но его вам надо удерживать Напряжение по резонансу У нас идет Именно на нагрузке Здесь будет очень тяжело В этот момент настроить Вам придется резонанс сделать Именно на Самой катушке Здесь мы Здесь мы видим на конденсаторе Вот сейчас вам покажу Вот лампочка У нас показывает 207 Вольт Конденсатор показывает 3 с чем-то киловольт Но не волнуйтесь Трансформатор урежет это напряжение Но все равно токи там будут 300 Ватт потребления Видите Значит, давайте мы еще Что делает сейчас конденсатор Обратите внимание Сейчас я немножко еще увеличу На 11 микрофарад 11 микрофарад Смотрите, видите Я сделал 11 микрофарад И у нас уже все вышло Из нормального Нам нужного режима Смотрите Вот сейчас я опять уменьшаю Уменьшаю И у нас только так Потребление возвращается В нужное нам состояние То есть, это будет Очень тонкая грань настройки Ребят, сразу говорю То есть, не надо фантазировать Если вы выйдете Из нужного режима У вас сразу идет потребление Вы увидите Странные аномалии Я вам сейчас это показываю Для того, чтобы вы видели От чего будут зависеть Эти аномалии Почему вам придется Покупать конденсаторы От 0,5 микрофарад 1 микрофарад И так далее Может быть даже не 1 Может быть 2 микрофарада Лучше взять всю линейку Ну, пусть это выйдет В приличную сумму Но зато вы будете говорить Что вы понимаете О чем речь идет И по дурачка Тут косить не получается Как правило Вот и мы видим 2 киловатта Хочу сказать В чем прикол Эта схема На самом деле Вот я сейчас убавлю С 2 киловатт Поменьше сделаю Вот и убавляю Смотрите Убавляю Убавляю Смотрите 314 ватт Еще раз убавляю Сколько ватт? 349 То есть Уменьшение нагрузки Плохо сыграется Именно на потреблении Потребление будет возрастать То есть Есть определенная середина Которая управляется Вот этой вот частью Катушкой И конденсатором Вот Понятно? То есть Если у вас что-то не получилось С одним двигателем Ребята Вы должны давать себе отчет Вот именно Вот в этом месте Что происходит Что происходит в этом месте Нужен вольтметр на конденсаторе Вольтметр на катушке Но это если вы будете Двигатель пытаться сделать Если у нас Напряжение здесь Предположим Двигателя должно быть 220 вольт Если у нас Какие-то другие Я могу например Сейчас поменять Вот здесь индуктивность Да И приподнять напряжение Вот например До 1000 Сейчас сделаю 1000 И напряжение У нас Приподнимается На 1 Генри Видите У человека Была довольно сильная Намотанная катушка Там может быть Даже больше Чем Генри То есть Я сейчас буду Напряжение Поднимать С помощью этой Индуктивности Вот Я сейчас Чуть перегнул С индуктивности У меня напряжение Начну валить Сейчас я буду Уменьшать ее И у меня напряжение Чуть-чуть Приподрастет Дальше И конденсатор Обязательно Смотрим Сейчас уменьшаю Емкость И у нас Напряжение Поднимается А сейчас Я даже Не получается Я видите Не могу вывести То есть Проблема Не в этом Ребят Надо Говорю Знать еще раз Параметры Здесь Здесь И уже Тогда Делать выводы В принципе Я вам показывал Что можно Убрать потребление В каком-то Определем месте Повторю еще раз Эта схема Неполная Для того Чтобы управлять Процессом Здесь еще Кое-чего Не хватает Можно еще Кое-что поставить Я знаю Что сюда ставят Я специально Это не говорю Для того Чтобы Собрать нужную Информацию Если это Будет возможным Ну кто-то Где-то Показывает Я это Показываю Вот реально Это и есть Человек Показал Конденсатор Показал Катушку И тому Подобное Вот как бы И все Вот такая Вот моя позиция Я никогда Не показываю Это так Как оно Можно сделать Но может быть Покажу Пока у меня Не будет Все что Нужно По крайней Для этого Ну что друзья На самом деле Установка Достаточно Великолепная Я почему-то Склонен верить Сириусу И этому человеку Потому что Ну генератор Действительно Ну там просто Нет смысла Прятать батарейки Вот вы бы стали Вот посмотрите Да Он приподнимает Все Правда есть Там нюансы Да Когда типа Вот там В ножке спрятана Батарейка Там Или провод Подходит Ребята Если вы захотите Сделать фейк Можно сделать фейк Я не знаю В иголку Вставить батарейку Или иголку Зарядить Что она будет Сама Как батарейка То есть Думайте Своей головой Ребята Не просто так Иногда Такие видосы Проскакивают Нужно Пробовать Вот эту штуку Делать И Зарабатывать Например Свободу себе В свободной Энергии Наконец-то Чтобы не быть Рабом системы До конца Существования Просто Мира Ну все Друзья На этом все Ставим лайки Подписываемся И увидим В новых сериях И также Не забывайте Делиться Ребята Потому что Увидимся